Привет! В основном я строю челленджи по постройкам, но сегодня будет челлендж по созданию симов. По-моему, у меня был только один касс челлендж на моем канале, но сегодня это поменяется, потому что сегодня я попробую создать сима в одном цвете. Мне кажется, что это очень интересная идея, я уже строила дом в одном цвете, кому интересно, можете посмотреть в закрепе, но давайте начнем. Так как сначала нам выпала женщина, я хочу оставить ее пол, в общем она будет женщиной, теперь я хочу порандомить, чтобы выбрать, кого я буду переделывать, и на самом деле мне предыдущая симка очень сильно понравилась. Вау, мне кажется, она очень красивая и необычная. Давайте начнем. Вот генератор чисел, которым я обычно пользуюсь, и нам выпал зеленый цвет. Вы серьезно? Я строила дом в зеленом цвете? Ладно, давайте попробуем, видимо мне очень везет на зеленый цвет, либо, как я уже сказала, генератор, которым я обычно пользуюсь, очень любит зеленый цвет. У нас есть зеленая кожа, поэтому у нас будет такой инопланетный сим. Мне грустно. Знаете что? В конце я, возможно, поменяю цвет кожи, чтобы посмотреть, как бы она выглядела, если бы была более похожа на человека. Мне кажется, тут есть оттенок зеленого в коже, или вот тут, я даже не знаю. Но пока идем по классике. В принципе, оттенки зеленого цвета отличаются, поэтому, мне кажется, результат будет не таким уж и плохим. Знаете, мне очень нравится ее нос, поэтому я не думаю, что его буду менять, разве что совсем чуть-чуть тут. В принципе, она уже мне очень сильно нравится. Давайте подберем ей какую-нибудь прическу. Боже, ей так не идет желтый цвет. Я бы очень хотела использовать волосы с окрашенными кончиками, но походу не получится. Хотя, посмотрите, мне кажется, ей очень идет эта прическа. Ей, в принципе, идут кудрявые волосы. Пока я хочу оставить эту прическу, мне кажется, очень прикольная. Хотя, возможно, я слишком часто ее использую. Теперь можно добавить какие-нибудь тени. Разумеется, зеленого цвета. И, я так понимаю, это зеленый цвет. В принципе, очень интересно. Я очень рада, что тут есть вкрапление розового цвета, потому что выглядит интереснее, как-то разбавляет образ. Хотя, это повседневный образ, поэтому я думаю, что остановлюсь на вот этих тенях. Плюс нам нужна какая-нибудь стрелка. И я так смотрю, все стрелки очень яркие, хотя нет. Эта стрелка абсолютно сюда не подходит, но она черная. Хотя, тут есть еще одна, она такая блестящая. Я почему-то раньше не замечала, что тут есть блески. Разумеется, мы будем использовать зеленый, потому что остальные цвета ей просто не подходят. Выбор в помадах у нас еще хуже, поэтому я так понимаю, что лучше ничего не использовать. Тут даже есть румяна, и мне кажется, эти румяна очень миленько на ней смотрятся. Это что-то по типу контуринга, но да ладно, в принципе, и не особо нужно. Мы можем использовать пирсинги, потому что тут очень много зеленых пирсингов. Мне кажется, ей подходят, но они такие громоздкие, божечки. Я даже не знаю, если честно, стоит ли их использовать. Мне кажется, в принципе, не так уж и плохо. Хотя нет, они все же слишком громоздкие. Мне очень нравится этот кулон. В принципе, мне кажется, что для повседневного дня ей прекрасно подходит. И давайте, наконец-то, перейдем к одежде. Мне очень нравятся ее фигуры, и я так понимаю, что розовый цвет ей не подходит. Я хочу создать ее образ, то есть раздельный, а не платье какое-нибудь. Поэтому у нас тут довольно-таки большой выбор. Знаете, мне очень нравится темно-зеленый цвет. Мне кажется, он ей подходит больше всего. Хотя тут есть какое-то разнообразие цвета. Эту кофточку я использую слишком часто, поэтому в этот раз я ее просто не могу использовать. А это ей просто как-то не особо идет. Плюс розовый цвет, как мы выяснили, он ей тоже не идет. Мне кажется, это оптимальный вариант. В общем, да, пока остановлюсь на этом. И теперь ей нужно подобрать какие-нибудь брюки или джинсы. Может, даже какую-нибудь юбку. Мне кажется, что юбка это очень интересный вариант. Если мы найдем какую-нибудь зеленую джинсовую юбку по типу этой. Может, даже оставить ее. Слушайте. Я честно не знаю. Блин, тут есть хоть какой-то выбор. И плюс есть вот эти брюки, которые не особо выглядят зелеными. И еще такая юбка, которая мне тоже нравится. Боже, мне кажется, юбка это очень интересно, потому что джинсы я использую слишком часто. И это выглядит уже как-то скучно. А юбка или какие-нибудь такие уютные шортики, которые я тоже редко использую, выглядят гораздо лучше и интереснее. Вот, я нашла еще одну юбку. Вот эта юбка мне понравилась больше всех. Мне кажется, она очень круто смотрится. И в принципе, да, она, конечно, не джинсовая, но выглядит она серой. Хотя бы написано, что тут зеленый цвет, поэтому все честно. Было бы, конечно, интереснее, если я использовала какую-то более зеленую юбку, чтобы было видно, что это сим зеленого цвета. Все, в общем, я сделала свой выбор. Я останавливаюсь на этом. Теперь же нужна обувь. Я хочу взять какие-нибудь ботиночки. И в принципе, эти кроссовки тоже выглядят круто. Хотя ботиночки, конечно, выглядят гораздо лучше. Сочетаются с юбкой. Блин, настолько зеленые я не хочу использовать, потому что это выглядит просто очень странно. Что я вообще хотела увидеть, когда я начала снимать это видео. Согласилась создать Тима в зеленом цвете. Смотрите, боже, я обожаю эти ботинки, но, блин, они такие зеленые. Мне кажется, это не очень подходит к образу. Хотя, в принципе, если поменять свитер и найти что-то более зеленое, то будет выглядеть получше. Хотя тут не такой уж и большой выбор, на самом деле. Окей, я остановлю свой выбор на этих ботинках, потому что они очень круто сочетаются с юбкой. А так я бы, конечно, использовала что-то другое. Давайте возьмем браслетик, который все равно не видно. И мне кажется, нужны какие-нибудь носочки. А тут достаточно-таки большой выбор. Я боялась, что будет гораздо меньше. И, блин, это выглядит очень странно, но смотрите, что я могу использовать. Ладно, знаете что? Без носков тоже круто выглядит, потому что я не хочу надевать на мою симку что-то подобное. Блин, боже. Ее ноги уже выглядят как какие-то колготки или носки. Поэтому, да, предлагаю вам уже перейти к костюму и начать с макияжа, как всегда. В этот раз я могу использовать что-то поярче, например, даже вот эти вот розовые тени. Плюс я хотела использовать контуринг, вот эту помаду. В общем, все очень жестко. Теперь нам нужна какая-нибудь подводка. В принципе, если не использовать тени, то подводка выглядит не так уж и плохо, поэтому, простите. Простите, если она вам не нравится, но я ее оставлю. И уже в костюме я хочу использовать какое-нибудь платье, короткое или длинное, мне на самом деле не важно, мне уже нравится это платье на самом деле. Опять этот ужасный розовый непонятный цвет, который ей абсолютно не идет. Вот, знаете, и очень даже идет это платье, мне кажется, оно круто сочетается с ее ожерельем, что неудивительно, как бы из одного набора это платье и тоже идет, знаете, ей все идет. Пожалуй, это был самый лучший выбор, и теперь мы переходим к обуви. Это очень легко, потому что просто какие-нибудь красивые каблучки, а может и не каблучки. Главное, чтобы они сочетались с платьем, мне кажется, это единственный цвет, который сочетается с платьем. Вау, тут есть такие перчатки, но это единственный вариант перчаток, я так понимаю, зеленого цвета. Поэтому, к сожалению, я их использовать не буду, я надену пару колец. И знаете, мне очень нравятся вот такие вот украшения на руке, хотя они не сочетаются с нарядом целым, поэтому я их тоже использовать не буду, но просто факт, мне они нравятся. В принципе, да, на этом все. И знаете, что я заметила? У нее нет ни одной татуировки, мне интересно посмотреть, есть ли там вообще какие-нибудь зеленые, татуировки, и я так понимаю, что есть. Тут есть даже такая красивая татуировка зеленого цвета, которую я обязательно буду использовать. Плюс есть одна сзади. В принципе, красивая, я ее тоже оставлю. Я очень редко создаю символ с татуировками, просто потому что я о них забываю. Не потому что они мне не нравятся, а потому что я забываю. Но они мне безумно нравятся. В общем, переходим к спортивному образу. Я не хочу перегружать спортивный образ, и, скорее всего, я буду использовать самые темные цвета. Мне нужно что-то максимально приближенное к черному цвету, чтобы сочеталось с топом. В принципе, тут есть вот такие странные леггинсы, плюс вот такие велосипедки. Ну ладно, я остановлюсь на этих брюках. Они, конечно, не идеально вписываются, но тем не менее. По крайней мере, тут есть максимально черные кроссовки. Поэтому этот максимально легкий образ готов. Я даже не хочу наносить какой-либо макияж, потому что, блин, человек спортом занимается. Здесь все легче легкого, потому что мне очень нравятся рубашки, спать в рубашках. И мне кажется, ей это очень идет, поэтому да. И, пожалуй, вместо тапочек я одену на нее носки. Мне кажется, эти носки даже сочетаются с ее рубашкой. Поэтому переходим к праздникам. Тут, мне кажется, можно нанести какой-нибудь легкий макияж. Походу, самые нормальные стрелки, которые тут вообще могут быть. Блин, в принципе, эта губная помада выглядит не так уж и плохо, поэтому я буду ее использовать. Я снова надела на нее этот желтон, потому что он мне очень нравится. Допустим, у нее какие-то воспоминания с ним, и он очень дорог для нее. Но здесь я на нее хочу что-то летнее, легкое. И мне кажется, этот топ идеально сюда подходит. С этими джинсами он тоже очень круто сочетается, но джинсы эти не зеленого цвета, поэтому придется надеть что-нибудь другое. Есть такие же джинсы, но другого цвета. И еще достаточно большой выбор джинс. И, в принципе, да, образ готов. Очень легкий и очень быстрый. Я бы сказала, теперь купальный костюм это еще легче. Скорее, я бы сказала, что это голубой цвет. Почему он в разделе зеленый? Но в купальном костюме я хочу использовать что-то прямо-таки очень зеленое, чтобы хоть как-то соответствовать этому челленджу, ибо он слишком легко дается. Плюс, я думала, можно будет использовать какой-нибудь грим на лицо, но я забыла, что он только белого цвета. Так бы выглядело очень миленько. Но, да ладно, правило есть правило. Мы переходим к жаркой погоде. И я даже не знаю, стоит ли наносить какой-либо макияж. Мне кажется, стрелки и тени, и все. В общем-то, это как бы оптимальный вариант. Как вы видите, макияж абсолютно идентичен, по крайней мере, макияж глаз. Сейчас макияжу в разделе для праздников. И я хочу надеть на нее какую-нибудь кепочку или панамку. Мне кажется, это очень мило выглядит. Тем более, в жаркой погоде. Очень даже кстати. Пока остановлюсь на этом, а потом посмотрим по образу. Вау, давно я не использовала такие комплекты. Мне кажется, их довольно-таки много. И я на них просто закрывала глаза или какие-либо комбинезоны. Это тоже очень интересно, кстати говоря. Хотя фиолетовый цвет, я так посмотрю, ей не идет. Поэтому посмотрим еще. Вау, это уже более-не-менее. Платье мы уже мерили. Хотя платье ей очень идет. Мне кажется, ее фигуре, ее лицу, в принципе. А этот комбинезон очень подходит шляпке. Мне кажется, скорее всего, я буду использовать именно его. Боже мой, тут такой выбор. У меня просто разбегаются глаза. Ладно, ладно. Как я говорила, я буду использовать этот комбинезон. Потому что это оптимальный вариант. Плюс он мне сразу понравился. Теперь можно использовать какие-нибудь такие кроссовки, которые я не использовала. И, в принципе, этот образ очень легкий, очень летний для жаркой погоды. Собственно говоря, мне кажется, это идеально подходит. Удобные кроссовки и открытый комбинезон. И последний образ на сегодня зимняя погода. Начать я, как всегда, хочу с косметики. Мне кажется, ей хватит стрелок. Я не думаю, что стоит добавлять какие-либо тезения. Хотя очень жалко, что тут нет какого-либо блеска для губ. Потому что я зимой очень часто лично наношу блеск для губ. Или какой-либо бальзам для губ. Как я уже сказала, ей очень идут панамки, шляпки, какие-то шапочки. Мне кажется, этот берет тоже очень интересно на ней смотрится. И я его, скорее всего, оставлю. Я не очень люблю подбирать какие-то специальные образы для жаркой или холодной погоды. Поэтому для холодной погоды, как правило, я использую либо вот этот комплект, либо вот этот комплект. И поэтому, в общем-то, выбор не так и велик. Но остановлюсь я все же на этом. И помните, в самом начале мы смотрели вот эти. Вот эти прекрасные ботинки, которые мне безумно понравились. И сейчас я буду их использовать. И поэтому, да, в принципе, на этом все. Зовут ее Сара Бейкер. И мне кажется, это идеальное имя для нее. Сара просто идеально. И, знаете, зеленый цвет у меня ассоциируется со знаниями. Но давайте все же выберем природу. Так, мне кажется, независимый ботаник это просто идеально для нее. Теперь очень интересная штука. Я хочу подобрать ей черты характера по цвету. То есть вегетарианка. Тут зеленый цвет. Броколи зеленого цвета, поэтому она вегетарианка. Далее она у нас перерабочица и привереда. Мне кажется, это две несочетаемые вещи. Но, тем не менее, они в ней сочетаются. И мне кажется, это просто идеальный для нее характер. Как я обещала, в конце я просто покажу, как бы она выглядела, если бы была нормального цвета кожи. Мне кажется, ей бы очень подошли веснушки. И так по ней не сказать, что она вся зеленого цвета. Все выглядит очень гармонично. Вау! Посмотрите на этот макияж. Я просто так удивлена. Как вы видите, все выглядит гораздо-гораздо лучше. И, боже, эта симка мне так нравится. Возможно, я ее даже поселю куда-нибудь себе в город. Например, в дом в зеленом цвете. Как я уже сказала, в закрепе он есть. Можете смотреть. И да, я надеюсь, что челлендж вам понравился. Я ее верну в зеленый цвет, пожалуй. Если это так, то подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, какие челленджи снять еще для вас. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok